Путь в большой спорт начал с кикбоксинга, чемпионский титул выиграл в боксе. Вортовчанин Альберт Батыргазеев пополнил копилку Югры золотой медалью. Он стал победителем чемпионата страны весовой категории до 60 килограммов. Добиться успеха в классическом боксе 19-летнему спортсмену помогли упорство и дисциплина. И, конечно, наставник, который работает со спортсменом уже 12 лет. О дальнейших планах мастера кожаной перчатки узнал Алексей Шабанов. И звание чемпиона России по боксу 2017 весовой категории до 60 килограммов завоевал боксер красного угла Альберт Батыргазеев. Вот он, тот миг, к которому Альберт Батыргазеев так стремился 12 лет. Теперь он чемпион России. Решающий поединок для вортовчанина был особенным. Его соперник, мастер спорта международного класса Артур Субханкулов, однажды уже победил его на ринге на соревнованиях рангом ниже. И вот Альберт смог взять реванш. Я знал, что тяжело стать чемпионом России. Подумывал об этом, конечно. А вот когда уже все, соревнования начались, все, я уже здесь. У меня ставлю с детства себе цель, если ехать на соревнования, как бы нужно выиграть. Тогда зачем вообще приезжать, если ты не собираешься становиться первым. Целеустремленность, упорство, дисциплина. Три главных козыря боксера Батыргазеева. В течение 9 лет он занимался кикбоксингом. Но в погоне за олимпийской мечтой решил поменять вид спорта. Ведь принять участие в Олимпиаде может только классический боксер. За три года юноша под руководством заслуженного тренера Руслана Куштанова научился бить только руками. И сразу выиграл крупный турнир. Он еще очень секундируемый. Я просматривал соперника его, конечно, и перед боем ему звонил и говорил. Но все установки он выполнял мои четко. Если бы он проиграл, я знал, что это была моя вина. Потому что он делал все точно, то, что ему я говорил. Вес победе придает и то, что соперники на чемпионате России были самые серьезные. В первом же поединке Альберт боксировал с бронзовым призером Олимпиады в Рио Владимиром Никитиным. И победил его. Чемпионат России это очень серьезное соревнование. И там просто так не пройдешь, скажем так. А то, что он не входил в 20-ку сильнейшую России. Он не был сборником России по боксу. Поэтому это была, конечно, неожиданность. Теперь Альберт будет готовиться к молодежному первенству Европы. Этот турнир, уверены тренеры, позволит новоиспеченному чемпиону охладить пыл и оценить возможности на континентальном уровне. Перспективная цель, конечно, Олимпийские игры. Впрочем, чтобы попасть туда, предстоит еще долго и упорно тренироваться. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Телекомпания «Югра». Нижневартовск.